Соединенные Штаты опасаются провокации в небе над Сирией со стороны России. Сегодня Пентагон дал четкие указания своим пилотам не реагировать, как было сказано, на вызывающее поведение российских ВВС во избежание военных инцидентов. В Москве, между тем, ежедневно заявляют об успехах российской авиации. Генштаб объявил, что российские самолеты уничтожили тренировочный лагерь исламского государства в провинции Латакия. Наблюдатели отмечают, это стало своеобразным ответом Москвы на обвинение Запада в том, что более 90% российских авиаударов наносятся не по ИГИЛ, а по сирийской оппозиции. Все подробности у Евгения Маслова. Вашингтон намерен предпринять еще одну попытку найти политическое решение конфликта в Сирии. И с этой целью глава Госдепартамента США Джон Керри, находясь с рабочим визитом в Европе, планирует встретиться с представителями России, Саудовской Аравии, Ордании и Турции. Он заявил сегодня об этом в Мадриде. Все, включая Россию и Иран, считают, что не существует военного решения сирийского конфликта. Это человеческая катастрофа, угрожающая не только целостности всей страны, но и других государств в регионе. Не только Западной Европе, но и Востоку. И мы должны на это ответить. Достичь соглашения сторонам будет сложно еще и потому, что теперь у Турции к России дополнительные вопросы. Сперва инциденты с нарушением российскими самолетами воздушного пространства Турции, а теперь еще и сбитый дрон на сирийско-турецкой границе. Пример Турции Ахмед Давут Аглу заявил сегодня, что беспилотник был российского производства. Впрочем, не исключил, что он мог принадлежать и силам сирийского президента Башар Асада, или даже курдскому ополчению. В Москве тем временем сегодня отчитались об очередных авиаударах в Сирии. В ночь на понедельник, как сообщили в Генштабе, российские истребители нанесли мощный удар по колонне автомобилей группировки «Исламское государство». Всего, по данным российских военных, за сутки были осуществлены более 30 вылетов и поражены 49 целей. Точное применение российских боевых авиаций в провинции Дамас привело к принципиальному изменению оперативной обстановки в данном районе. Боевики группировки «ИГИЛ», испытывающие острый недостаток в боеприпасах, массово предъявляют занимаемые позиции. Российская сторона делает особый акцент на том, что удары наносятся по позициям боевиков «Исламского государства». Но участники международной коалиции считают это попыткой прикрыть истинную цель Москвы – помощь режиму Башар Асада. В Лондоне к тому же заявляют, что по данным Министерства обороны Великобритании в результате российских авианалетов гибнут мирные жители. И речь идет уже о нескольких сотнях. Сегодня же в интернете появилось любительское видео из Алеппо. Его авторы утверждают, что это российские самолеты наносят удары по позициям повстанцев. В Пентагоне продолжают предостерегать Россию, говоря о том, что она может увязнуть в Сирии. И называют стратегию Москвы в Арабской Республике неэффективной, призывая сменить курс. В западных столицах, говоря о борьбе российской авиации с повстанцами, все же опираются больше на данные своих разведок, а не на видео, размещенные в интернете. В Пентагоне российскую стратегию продолжают называть ошибочной. И надежды возлагают на то, что России, Турции, Саудовской Аравии, США и Ордании удастся договориться о политическом урегулировании в Сирии. Евгений Маслов, Лев Чеснов, телекомпания RTVI, Нью-Йорк.